Здравствуйте! Время актуальных тем и открытого разговора. В эфире круглосуточного канала ПС, программа «В центре внимания». Сегодня будем говорить о поддержке бизнеса, как помочь встать на ноги тем, кто хочет заниматься собственным делом. Этот вопрос я и обращаю первому заместителю Генерального директора Корпорации развития Архангельской области Ольге Гореловой. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, говоря о поддержке предпринимательского сообщества, я, конечно же, имею в виду программу, которая стартовала и которую курирует именно корпорация. Вот что за программа и в чем ее цель, как будет реализовываться? Действительно, 15 сентября мы объявили о запуске нового для Архангельской области проекта. Это программа акселерации бизнес-проектов, программа, которая направлена на поддержку стартапов, предусматривающих разработку новых технологий, новых продуктов, которые могут быть разработаны на территории Архангельской области и внедрены в технологические цепочки. Вот для понимания стартапа, что это такое? Стартап — это некий инновационный бизнес-проект, который предполагает реализовать, запустить определенная проектная команда, команда единомышленников, людей, которые видят перспективу окупаемости этого проекта и перспективу рынка сбыта той услуги или продукта в рамках проекта, который предполагается к созданию и к реализации. Ваша инициатива адресована уже действующим предпринимателям, действующему бизнес-сообществу, или вот я, молодой человек, с нуля могу прийти со своей идеей к вам? Мы рассчитываем, конечно, не только на организации, которые заинтересованы в развитии и расширении своего бизнеса и в том числе в рамках запуска собственных проектов по внедрению тех или иных технологий. Мы также будем рады принять в числе участников этой программы проектные команды, группы, студенты, научные сотрудники, аспиранты и просто инициативные группы, которые заинтересованы, имеют определенный опыт и готовы стать разработчиками внедрения технологий, продуктов и услуг. Учиться не всегда важно, никогда не поздно. Вы поможете тем, кто придет к вам с какой-то идеей, что называется, довести ее до логического ума и, собственно говоря, какие-то знания ребятам дать? Суть нашей программы, мы ее называем акселерационная программа, программа подготовки предпринимательских проектов к привлечению инвестиций, заключается в том, чтобы участникам этой программы дать максимально полный спектр компетенций и навыков по самостоятельной разработке своего бизнес-проекта и подготовке, так скажем, уникального торгового предложения в адрес инвестора. Не зря мы приглашаем достаточно солидный пул внешних экспертов. Это эксперты российской венчурной компании, это государственный фонд венчурных фондов, который финансирует венчурные и инновационные проекты. Это фонд «Сколково», который известен в России реализацией инновационных проектов и акселерации подготовки непосредственно разработчиков к внедрению новых технологий на территории нашей страны. То есть специалисты этих компаний, они придут в Архангельск? Они прибудут в Архангельск, они будут проводить мастер-классы, разбор практических примеров, кейсов и также выступят менторами для тех проектных команд, которые примут участие в этой программе. Сейчас много очень инновационных слов прозвучало, давайте разбираться. Акселератор, так можно назвать вашу школу? Все верно. Она будет из каких-то сессий состоять или как вы будете выстраивать работу с людьми? Действительно, мы начинаем эту программу с достаточно интенсивной сессии, четырехдневной. С 14 по 17 октября к нам приезжают порядка 10 экспертов с Москвы и Санкт-Петербурга, которые в течение этих четырех дней, с утра до вечера, будут работать с проектными командами и транслировать не только теоретические знания, но и работать с командами, непосредственно разбирая примеры и лучшие практики, которые могут быть применены к их проектам. То есть первый шаг образовательный? Первый шаг образовательный, достаточно такой шаг, наверное, погружения. Далее мы уходим в определенное свободное плавание, то есть с 18 октября по 3 декабря в режиме онлайн эксперты, как внешне из Москвы и Санкт-Петербурга, так и наши местные наставники, то есть менторы. А это люди, которые имеют определенный опыт развития и запуска и развития предпринимательских проектов, будут также сопровождать проектные команды. Будут отдельные серии форкшопов, семинаров, практиков, вебинаров по отдельным тематикам и непосредственно индивидуальные консультации для проектных команд. По подготовке презентаций для их, для презентации непосредственно проектов уже в день инвестора, это 4 декабря, когда проектные команды будут иметь возможность представить, продать свой проект у инвесторов, да, и получить публичную оценку, публичное одобрение того или иного инвестиционного института, который будет заинтересован вложить финансы в проект. То есть 4 декабря — это завершение второго шага? Это кульминация оксервационной программы, но на этом, естественно, работа не будет заканчиваться по проектам, потому что… Что последует за тем? Конечно. После объявления на дне инвестора победителей этой программы, то есть озвучивания публичного решения инвесторов о вхождении в тот или иной проект, будет проистекать определенная формализация отношений между проектными командами и инвесторами. И мы рассчитываем, что в феврале мы увидим запуски первых проектов выходцев и выпускников этой программы. Говоря слово «проект», вы какие идеи подразумеваете, то есть с чем можно к вам прийти, может быть, с идеей создания частного детского сада, с идеей создания космической ракеты? Полярность тем, насколько широка? Мы не ограничиваемся отраслями экономики, то есть мы не ограничиваемся географией проектов, с которыми могут заявиться участники. То есть это вся Архангельская область и все направления развития в регионе. Но при этом акцент этой программы и принимаем прежде всего проекты, которые нацелены на разработку новых технологий, новых продуктов. К примеру, уже в числе этой программы проектная команда, которая предполагает использование беспилотных летательных аппаратов на территории Архангельской области. Также здесь большая возможность IT-проектам проявить себя. Сейчас мы ведем переговоры о вхождении в эту программу компании, которая задумала разработать новый программный продукт для онлайн-бронирования услуг в сфере туризма. То, чем, в принципе, интересно заниматься всем участникам туристского рынка. Насколько важна для вас региональная составляющая проектов? Это однозначно, безусловно, безусловный момент, который должен быть в проекте. Причем мы в большей степени будем поддерживать все проекты, которые и проектные команды, участниками которой являются непосредственно жители Архангельской области и которые рассчитывают применять разработанный продукт на территории региона, используя в различных бизнесах, сопутствующих услугах и направлениях. То есть, насколько я понял, сейчас идет формирование пула вот этих креативных идей и креативных людей. Как можно к вам обратиться, как на вас выйти с предложением? Сейчас до 10 октября проводится отбор участников этой программы. То есть вы принимаете заявки? Да, мы принимаем заявки. Зайдя на сайт корпорации развития Архангельской области и заполнив очень короткую анкету, можно попасть в пул претендентов на участие в этой программе. До 10 октября мы намерены отобрать участников, а это 15-20 проектов по 2-3 человека в числе проектных команд. То есть человек 50-60 мы рассчитываем обучить в рамках этой программы подготовить к правильному разговору с инвестором. На старте регистрации вы проводите какие-то консультации с людьми, чтобы, может быть, правильно подать заявку, правильно подать себя уже на самом первом шаге? Все верно. Это зачастую даже в большей степени необходимо непосредственно инициаторам проектов, потому что нам действительно приходится объяснять вот этот достаточно новый формат для Архангельской области, проведение акселератора для взращивания, для ускорения роста проектов. И к нам можно обратиться по координатам, которые также указаны на нашем сайте. Мы открыты для диалога, мы готовы встречаться и проговаривать с инициаторами, проектными командами, как лучше преподать свой проект для того, чтобы оказаться в числе участников программы. То есть вся информация на сайте корпорации развития Архангельской области? Да, все верно. Какие-то еще есть действующие инструменты поддержки предпринимательства? Понятно, что акселератор, о котором мы сегодня говорим, это лишь, надеюсь, верхушка азберга. На самом деле я открою еще небольшой секрет. Мы прекрасно понимаем и идея запуска этой программы, она у нас сложилась исходя из мероприятия, которое в июле произошло в Архангельске, это форум народной стратегии Архангельской области, где было озвучено порядка 50-60 проектов, все в разной направленности, в разных сферах. Но тем самым мы выявили очень явную потребность в получении определенных компетенций и навыков подготовки своих проектов и презентации их перед инвестором. То есть акселератор стал, в общем-то, логичным продолжением форума? Да, именно так. Но, казалось бы, подготовить проекты для продажи инвестору это, наверное, не единственный важный момент, который мы, как организация, своеобразный институт развития региона видим свою задачу. Это также и создание определенного элемента инвестиционной инфраструктуры. И сегодня, наряду с запуском акселерационной программы, мы запускаем региональный инвестиционно-венчурный фонд с участием финансов как корпорации развития, так и непосредственно частных предпринимателей, частных инвесторов из Архангельской области и из других субъектов Российской Федерации. Инвестиции и финансы которого также будут распределяться на дне инвестора 4 декабря. Скажу больше, помимо пула инвесторов наших местных, которые будут отсматривать проекты для вложения своих финансовых средств, мы также рассчитываем пригласить и федеральные институты развития. Это компании и организации, которые располагают действительно серьезными финансовыми ресурсами, которые наши инициаторы и проектные команды, компании региона могут использовать и должны использовать. Действительно, финансовые источники сейчас предполагают определенную маршрутизацию получения тех или иных денежных средств, но даже несмотря на кризисные явления, эта возможность есть. Она достаточно широкая и, скажу более, фонды и институты развития на федеральном уровне не нуждаются в инновационных проектах. И здесь очень большая возможность Архангельской области взять определенный реванш. У нас как раз хотелось спросить, насколько интересен вот такой формат серьезным игрокам, крупным инвесторам, насколько им интересно общаться с людьми, насколько им интересно давать свои деньги. Это ведь риск, я думаю. Это определенный риск, но мы же и говорим о венчурной истории. При этом зачастую на федеральном уровне, как я сказала, присутствует нехватка креативных инновационных идей, которые, как правило, зарождаются в отдаленных субъектах Российской Федерации, в отдаленных муниципалитетах. Не скрою, у нас есть жители, есть предприниматели, которые выступают с очень интересными инициативами, которые просто правильно упаковав, нужно предложить инвестору, предложить институту развития. И с нашей поддержкой, с нашим сопровождением финансовый инструмент, в том числе, как административный ресурс, будет найден. То есть та самая поддержка, о которой мы сегодня и говорим. Да. Архангельская область впервые использует такой формат, насколько он неожиданен, насколько он креативен, насколько люди готовы в него включиться. Поскольку вы уже стартовали, да, и можно говорить о первых результатах. Да, все правильно. Формат новый, действительно, но мы здесь не являемся первопроходцами. Многие субъекты Российской Федерации уже его применяют и достаточно успешно. А у нас на Северо-Западе? Это Санкт-Петербург, прежде всего. Из других субъектов мы пока, наверное, в числе первых. Мы рассчитываем, что это не будет блинкомом, и прилагаем для этого, конечно, все наши возможности и усилия. И слава богу, что за нами и за нашими плечами серьезная команда внешних экспертов и инвестиционных консультантов и венчурных фондов, которые готовы, опять-таки, по итогам форума в июле оказать нам всяческую поддержку. А кому принадлежит идея организации «Акселератора»? Кто послужил таким генератором идеи? Идея запуска подобной программы родилась на форуме на одном из круглых столов, где обсуждались как раз потребности инициаторов проектов в оказании той или иной меры поддержки со стороны региона, со стороны государства и со стороны региональных институтов развития. С российской венчурной компанией мы как раз и определили формат проведения такого нового формата для нас, акселерационной программы в связке с созданием финансового инструмента инвестиционно-венчурного фонда, который в перспективе может также быть расширен пул финансов, который может быть расширен за счет федеральных ресурсов российской венчурной компании и ряда инновационных компаний, которые поддерживают подобные начинания. Оригинальные компоненты — это один из критериев отбора, мы уже это выяснили. А вот все-таки по каким позициям вы будете определять номинантов тех, кому потом предстоит серьезная работа уже в рамках школы? Да, значит, среди ключевых критериев — это наличие проектной команды, то есть команды единомышленников, которая будет работать в течение двухмесячного напряженного периода. То есть один в поле неволен? Один в поле неволен. Но при этом мы понимаем, что к нам могут обращаться и такие инициаторы, мы готовы им помогать в формировании этих групп. Второй критерий — это, естественно, наличие проекта, который предполагает разработку инновационной технологии либо продукта. Далее — это имеющийся рынок сбыта для этой технологии или продукта, масштабируемая бизнес-модель и конкурентные преимущества, предлагаемого к разработке продукта. Какие стимулы, на ваш взгляд, есть у потенциальных участников «Акселератора» помимо каких-то собственных амбиций, собственной поддержки? Прежде всего «Акселератор» — это возможность повысить свои компетенции, свои навыки по разработке, по упаковке инициативы в проект до той стадии, когда это действительно можно предложить инвестору и получить с большей вероятностью положительный ответ. Второе — это возможность найти себе новых партнеров, в том числе найти компании, которые могут выйти на новые рынки сбыта. И третье — естественно, упаковать свой проект и получить в итоге инвестиции для старта. Сейчас принято говорить, что время непростое с экономических позиций. И вот в таких реалиях дня насколько можно добиться успеха? Насколько сложнее добиться успеха? Вы знаете, все зависит от желания, от желания проектной команды и готовности пройти нелегкий путь, потому что начинание и открытие собственного дела, тем более, когда это касается какой-то инновационной разработки, это сопряжено с определенными трудностями. Здесь нам в помощь эксперты, нам в помощь менторы и предприниматели Архангельской области, которые прошли определенные этапы своей жизни. Это те истории успеха, которые у нас есть на территории области и команда корпораций развития, которая готова оказать в этом поддержку. Формат обучения довольно сжатый, я обратил внимание, всего два месяца. Дальнейшее сопровождение как-то планируется, проектов или вы их отпускаете в большую экономическую жизнь? Мы оставляем для себя определенный зазор присмотра, мониторинга, запуска и первой фазы жизни проекта, потому что понимаем, что в любом случае потребуется инициаторам и проектным командам такая поддержка. Поэтому мы чувствуем свою ответственность за эти команды и за те инновационные разработки, которые будут воплощены в жизнь. И более того, мы даже заинтересованы эти разработки в инновационной носить на федеральный уровень, в том числе используя инфраструктуру, которая уже создана. Это и фонд Сколково, это и фонды пассивных инвестиций, фонды инфраструктурных инвестиций, которые действуют под эгидой российской венчурной компании. И в том числе помогать тиражировать успешные разработки на территории других субъектов Российской Федерации. Это история успеха уже непосредственно для Архангельской области. То есть мы, я имею в виду северяне, мы можем выйти на региональный, не только на региональный уровень, мы можем выйти на российский уровень со своими идеями и получить серьезную поддержку уже игроков мирового масштаба? Конечно. Хороший экономист один пишет, два держат в уме. Будет ли продолжение этой школы? Скажу честно, помимо основной цели подготовки, упаковки проектов и отбора инновационных проектов, которые могли бы быть профинансированы, мы ставим для себя еще одну задачу. Она для нас очень важна, даже в большей степени в свете всех экономических перипетий сейчас. Это сформировать на территории области команду наставников, которые могут помогать, сопровождать начинающих предпринимателей в развитии своего бизнеса. И по итогам этой программы мы рассчитываем в течение следующего года запустить еще две подобные программы, но уже непосредственно с участием наших местных менторов, наших местных предпринимателей. Поэтому наша задача правильно воспользоваться опытом и компетенциями, и навыками наших внешних экспертов, которые будут принимать в этой программе, чтобы далее мы могли выйти на регулярную историю подготовки проектов к привлечению инвестиций. Ну а говоря о пилотном проекте, что бы вы считали, какой итог вы бы признали успешным? Ну то есть там реализация одного проекта, трех-пяти. Мы рассчитываем выйти и для себя в принципе ставим такую планочку на отбор двух-трех проектов по итогам этой программы, делая скидку определенную на новизну этого формата и на готовность запуска этого формата регионального масштаба уже в следующем году. То есть конкуренция будет жесткая? Непростая. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Спасибо вам. О том, как в регионе помогают бизнесу обрасти не только идеями, но и конкретными результатами, рассказала первый заместитель генерального директора корпорации развития Архангельской области Ольга Горелова. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok